Мы скажем, что иудаизм и христианство являются небесными религиями. Что касается иудеев, то есть сынов Израиля, то Аллах, субхану та'аля, отправил к ним Мусу, алейхиссалам, и не спослал ему Тору. После этого Всевышний Аллах отправил Иису, алейхиссалам, и не спослал ему Инджиль. Муса пришел с Торой, а Иса пришел с Инджилем. Эти религии изначально были небесными, а те их последователи, кто последовал за Муса и в истинной религии, это иудеи, являющиеся мусульманами у Аллаха, субхану та'аля. То же самое касается христиан, которые последовали за Исой, алейхиссалам, в истинной религии, считая, что он раб Аллаха и следует его шариату в его время, а не также мусульманин у Всевышнего Аллаха. Однако после послания пророка Мухаммада, алейхиссалату ассалам, религия любого иудея или христианина не принимается, потому что все жители земли обязаны уверовать в Мухаммада, алейхиссалату ассалам. Поэтому каждый, кто уверовал в Мусу или Ису и посчитал ложным пророчество Мухаммада, алейхиссалату ассалам, то его вера в Мусу или Ису не принесет ему пользы, и он окажется на вечного огня ада. Также христиане изменили и исказили религию Аллаха, субхану та'аля. И то же самое сделали иудеи. В любом случае мы скажем, что все иудеи и христиане в наше время, более того, после прихода пророка Мухаммада, алейхиссалату ассалам, все они являются кафирами, пока не уверуют в одного Аллаха и не уверуют в то, что пророк Мухаммад, алейхиссалату ассалам, это пророк Аллаха и его послание. Ведь в Сахихе Муслима со слова Бухрейры сообщается, что пророк, саляллаху алейхиссалям, сказал, «Если любой иудея или христианин услышит обо мне, а затем не уверует в меня, то он станет обитателем ада». Итак, все эти религии, существующие на данный момент, все они являются недействительными, а также не принимаются в расчет и не имеют никакой ценности у Аллаха, потому что религия ислама отменила все предыдущие религии.